Уже в 2021 году экономика региона может восстановиться от последствий ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миронов на заседании областного правительства. По данным Ярославлистата, в первом полугодии ярославская промышленность показала прирост на 6 с лишним процентов. Этот показатель превышает среднероссийское значение. Кроме того, регион вошел в пятерку субъектов ЦФО по темпам строительства и сдачи жилья. Заместитель председателя областного правительства Екатерина Троицкая отметила, сохраняется положительная динамика в части повышения реальной заработной платы населения. Сохраняется стабильная ситуация с поддерживающим способностью населения за жилищно-коммунальные услуги, замедляется прирост числа заработанных граждан. Ситуация системы образующих предприятий в целом остается стабильной. На заседании правительства региона обсудили и ход выполнения работ по губернаторской программе «Решаем вместе». В этом году в ее рамках реализуются 458 проектов по трем направлениям. Общая сумма затрат 759 миллионов рублей. Реализация проектов идет по графику. Половина объектов уже сданы. Близится к завершению работы на большинстве оставшихся. Какие объекты будут делать в следующем году? Люди выбирали во время голосования по поправкам в Конституцию. Проектно-сметная документация будет разработана до января. Работа начнется будущей весной. Уже известно, на строительство двух спортивно-игровых комплексов в Заволжском и Ленинском районах Ярославля собираются выделить 50 миллионов рублей. Около 30 миллионов предусмотрено на благоустройство площади Дюринова в Рыбинске. Говорили на заседании правительства и об экспорте. Объем несырьевого вырос на 60 процентов. Правда, распространение коронавируса повлияло на ситуацию. Только за прошлый год предприятия Ярославской области отправили продукции за рубеж на сумму более миллиарда долларов. Наиболее востребованы остаются продукции предприятий химического производства, машиностроения и судостроения.